Здравствуйте! Могли бы Вы показать какое-нибудь упражнение, которое могли бы выполнять школьники на переменах, например, которые не занимаются кунг-фу, для улучшения умственных способностей? Да, можно показать несколько упражнений, которые могут ученики школы делать на перемене или перед уроками. Это очень простое упражнение, которое можно выучить сейчас вместе со мной, и делать в свободное время. Это могут делать и люди пожилого возраста. Основная задача этого упражнения – синхронизация дела правополушария на неровном уровне. Это упражнение относится к улучшению логики, математических способностей. Давайте попробуйте со мной сделать. Одна рука в ладошке, другая в кулаке, в кулаке впереди, к ладошке, которая ближе к груди. И наша задача – менять их местами. Передистоящая рука открывается с указательного пальца, задистоящая рука соединяется с мизинца, и мы меняем ее местами. Открыли с указательного пальца предистоящую, закрыли с мизинца задистоящую руку и поменяли местами. И мне нужно, чтобы вы достигли такого уровня, чтобы одновременно синхронно открывать передистоящую, закрывать задистоящую и менять местами. Обратите внимание, что впереди должен быть кулак. Раз, два, раз, два, раз, два. Синхронизируя движение. Видите, как сложно это делать? Это сложно, правда. Но на самом деле это очень простое упражнение. Это такой начальный уровень, нулевой класс. То, что мы делаем с первого урока на занятиях. Сейчас вы не задействуете большой палец. Большой палец стоит сбоку. Вот он должен быть вот таким образом сложен. Обратите внимание, вот так. А вот работают только пальцы, только пальцы, четыре пальца. Мизинец, безымянный, средний указательный. Открываетесь с указательного, закрываетесь с мизинца. И вот мне нужно, чтобы одна рука открывалась с указательного, вторая рука закрывалась с мизинца, и мы меняли их местами. Одновременно это техника ударов руками. То есть, если, к примеру, это перейти к боевым искусствам, то эту технику ударов руками. Нужно практиковаться. Я практиковать обещаю. Это нужно практиковаться. И я думаю, что за неделю вы сможете это сделать. Вот это урок, который, в принципе, можно сделать любому человеку. И он поймет, что, ой, что-то не то, что-то не так. А сколько раз в неделю? Ну, это делается пять минут. Пять минут? Пять минут. Да, пять-шесть минут в день. Нет такого, сколько это нужно делать. Можете каждый час сделать по пять минут, раз в день. То есть, это просто упражнение, которое помогает хорошо работать лево. И тогда у вас получится память? Это упражнение для логики. Для логики. И его задача синхронизация лево-право-полушария. То есть, вы одновременно делаете разные движения. Одна рука делает одно движение, другая делает другое движение. И у вас это все синхронизировано. То есть, вы можете делать какие-то движения, одно руку, одно, другое, другое. В это время жевать бутерброд, разговаривать по телефону. То есть, для этого надо слышать, а я себя не люблю. Понимаете, да? То есть, это синхронизация задачи в решении нескольких вопросов. Спасибо большое. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Следите за новыми выпусками.